Алексей Текстр и Илья Варламов прошлись пешком по Челябинску, рубанист, критики которого чиновники по всей стране боятся или просто игнорируют, прилетел в Южноуральскую столицу. Губернатор решил известному блогеру показать центр города лично. Они вместе прогулялись по проспекту Ленина, завернули на Кировку и осмотрели парк на Аломполе. И решили, Челябинску нужно больше пешеходных зон и зелени. И планы у города именно такие. В пешитур с губернатором и блогером отправился наш корреспондент Денис Киселев. Ему слово. Свой вояж по Челябинску глава региона Алексей Текслер и столичный урбанист Илья Варламов начинают от памятника Курчатову. Мнение о благоустройстве города спрашивают у прохожих. А блогеры вовсе в саркастичной манере указывают на один из недостатков города – широкие дороги. Мы тут думаем, на самом деле, как украсть дороги и расширить дорогу, чтобы пробовать. Предложение, хоть и шуточное, губернаторы Челябинки отвергают. Общественный транспорт важен для горожан. Алексей Текслер и Илья Варламов следуют дальше по проспекту Ленина. Сейчас здесь идет благоустройство. Вдоль дороги высаживают кустарники. А вокруг молодых деревьев убирают часть тротуарной плитки. Популярный блогер отмечает, что по центральному городскому проспекту гулять приятно. Мы прошли по улице, которую не успели до конца испортить, проспект Ленина. Я так понимаю, просто какое-то чудо ее спасло, да, и не успели. А то там есть хороший задел. Можно было убрать мероразделитель полос зеленый, которые сейчас, к счастью, высадили деревья и стало намного лучше. Было только очень немного мест и участков, по которым было приятно ходить. Алексей Текслер соглашается с урбанистом. Челябинск недружелюбен к пешеходам. Южноуральской столице нужно больше пешеходных зон и скверов, а также мест для отдыха и занятий спортом. Губернатор не раз и сам говорил об этом. И один масштабный проект в Челябинске скоро реализуют. Велопешеходный мост соединит северо-запад с городским бором. Новое направление поможет людям добираться на работу или в университет на велосипеде через зеленый массив из реликтовых сосен. Город Варламович в такую жизнь, что сейчас, ну правда, сегодня выходной, ну понятно, коронавирус, какие-то ограничения есть. Люди тоже на это реагируют, но тем не менее мы не видим в центре города таких пешеходных, больших форматов. Но один все же есть. Урбанист положительно оценивает главную пешеходную улицу города. На Кировке Алексея Текслера и Илью Варламова то и дело останавливают горожане с просьбой сфотографироваться. И также указывают на архитектурные недочеты Челябинска. У труда стоят памятники архитектуры. Рядом он стоит буквально отремонтированный, рядом кто-то, например, поджог. Ну, это же архитектурный моблик города. Мы везде можем настроить их стоянок и парковок. Мне кажется, это наше наследие на это сознание. Поленина, через Челябинский Арбат, мимо цирка, торгового центра и дворца спорта «Юность». Прогулка по центру Челябинска завершается на Аллом поле. Иона со столичным урбанистом обсуждали городскую среду, последствия дорожной революции и современные практики по улучшению городских пространств. На прощание столичный блогер дарит Алексею Текслеру собственную книгу «Сто советов мэру». На самом деле она не для мэра, она просто для массового читателя. Интересно, потому что здесь собрано решение просто по городам, как сделать город удобный для жизни. Но что самое интересное, мы здесь взяли и привели пример положительных практик, которые в том числе есть и в России. Алексей Текслер поблагодарил урбаниста за подарок и пообещал в следующий приезд Ильи Варламова обсудить с ним уже фактические изменения в Челябинске. Денис Киселев, Дмитрий Абрахин, ОТВ.